Добрый день, продолжается дневной разворот в студии Елена Овчинникова, к сожалению, Павел Шапкин. Мой ведущий сегодня заболел, человек не может, и поэтому я в эфире одна, что не очень просто. Не успеваю следить за всеми событиями, что происходит за стеклом, где режиссёр, где редактор, где режиссёр, звуковик. Поэтому немножко так спотыкаясь в разговорах, но напоминаю, что мы продолжаем тему, немножко продолжим сейчас тему по детству. В частности, мы говорим о детском саду «Филиппок», что на московской 151, где закрывают спортивный зал и делают из него дополнительную группу. В детском садике будет не 11, а 12 групп, то есть будут ходить дополнительно ещё 20 малышей. Но все родители, уже водящие своих детишек в этот детский сад, не хотят категорически, чтобы не было спортивного зала. Как рассказали нам в Роспотребнадзоре, ситуация, когда могут убрать спортивный зал в детском саду, может грозить воспитательному учреждению тем, что детский садик будет оштрафован, а в худшем случае закрыт. То есть отсутствие детского сада, отсутствие спортивного зала в детском саду фактически недопустимо. Сейчас у нас на связи заведующая детским садом «Филиппок» Ольга Викторовна Решетникова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. С вами Елена Овчинникова, вы в эфире «Дневного разворота». Скажите, пожалуйста, как давно принято решение о том, что вместо зала для спортивных занятий в детском саде будет организована дополнительная группа, и вы лишитесь спортивного зала? Мы узнали об этом совсем недавно. Узнали о том, что денежные средства нам выделяют на следующий год, на 12-й год, для открытия вот такой группочки. Но в городе создана ведомственная целевая программа на 11-й, 13-й год, где детские сады включены вот в эту программочку, и, значит, денежки выделяются. Ольга Викторовна, я понимаю, что денежки выделены. А вы знаете мнение родителей, которые говорят о том, что они не хотят, чтобы в детском саду отсутствовал спортивный зал? Это первое. И что по утверждению представителя Роспотребнадзора, с нами была Людмила Геннадьевна Мальцева, это начальник отдела санитарного надзора, спортивный зал в детском саду должен быть, а иначе максимально вплоть до закрытия детского учреждения. Вот хочется вернуться к году постройки в 79-м. Детский сад строили по проекту, там зал был один. То есть на 12 групп зал был один. Но ведь это же были ясельки, давайте подчеркнем, что это были все-таки ясельки. Это был детский комбинат, и маленьким детишкам, которые еще ходят с трудом, вы знаете, потребность в спортивном зале не так была явно необходима, как детям уже постарше возраста. Но я думаю, вот эти требования Роспотребнадзора, они ведь будут вновь по строенным зданиям приниматься. Мы-то ведь строились ранее. Нет, нет, специально было уточнено по существующим. И существующим, и существуют определенные нормы. Не употребляя, нормы старые, отменяются новые нормы, применяются. Поэтому наличие спортивного зала, как нам пояснили, необходимо, вплоть до закрытия детского учреждения. Ну, вот к новому учебному году мы будем новый годовой календарный график составлять. Я думаю, что все будет у нас учтено, и ребятки не будут страдать. То есть в одном зале будет и физкультура, и музыкальное занятие. Ну, вот мы знаем... Они волнуются, наверное, за дополнительное занятие. За дополнительное занятие, конечно, они волнуются. Да, они больше всего. Ну, то есть мы тоже рассматриваем разные формы, разрабатываем, оптимальные варианты ищем. Я думаю, что ребятки не пострадают. Ну, вы знаете, я обскрывать не буду. В том заявлении, которое поступило на адрес редакции, на имя редакции, это заявление очень серьезное, и там представлены выкладки, в том числе хронометраж и уровень занятости спортивного зала. Зал занят целиком, весь день. Я подозреваю, что комнаты для занятий... Мы как бы... Ее составляли грамотные люди, это юристы и экономисты. Люди приложили для обоснования вот этого немало усилий. А что, зал пустует спортивный? Нет, там неточности есть, вот в той раскладке. То есть наши поправки никто не учел. То есть там вот по вашим раскладкам зал физкультурный используется 10 часов. Это не так. От силы он используется 4 часа. То есть ведь не каждая группа идет на занятия каждый день. То есть определенные группы по определенному времени. Вы знаете, Ольга Викторовна, вот вы говорите, зал используется 4 часа. Давайте вот любой родитель прекрасно понимает, что есть такое в детских учреждениях святое время, которое называется тихий час. И поэтому вот в течение вот именно этого тихого часа спортивный зал использоваться не может по определению. Вот и получается 4 часа. Ну хорошо, может быть осталось там еще где-то. То есть 2 часа утром, 2 часа вечером. Никто не говорит про тихий час. А как? Как используют спортивный зал в период тихого часа? Так я про это не говорю. Я говорю, что вот утром во время занятия 2 часа, вечером 2 часа зал используется. А в другое время он уже не используется. Понятно. Значит, если вы соедините, дети начнут 5-7 часов утра, для того, чтобы потом... Такого не будет. Занятие начинается в 9 утра. Ведь там и там в 9. В 9 часа. То есть все по расписанию. Ольга Викторовна, то есть вы утверждаете, что в общем-то все будет нормально, все трясется, и никто толкаться локтями не будет, и музыкальные занятия, и спортивные занятия будут получаться на должном... Конечно. Согласно годового календарного графика, конечно. Хорошо. А те дополнительные занятия, о которых вы вспомнили, которые вы подчеркнули, что родители волнуются, что с ними будет? Их отменят? То есть я уже говорю, что мы рассматриваем разные формы, отменять мы их не будем, то есть мы уже смотрим помещение, конкретно для какого занятия, где, в каком месте, в какое время. Ну, вы знаете, слава богу, дай бог, чтобы все было так хорошо, как вы говорите, дай бог, чтобы вот эти цифры, вот эти вот расклады устроили так же и Роспотребнадзор, который наверняка вот где-то придет с проверкой. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что у нас на связи была Ольга Викторовна, решетник этой заведующей детским садом Филипок, ну, то, по мнению которой, в общем-то, а ничего страшного и не происходит. Ну, а теперь мы попытаемся связаться еще с управлением образования, с управлением образования, послушаем их мнение на поставленные родителями детишек, которые ходят в детский сад на Московской, 151, детский садик Филипок. Попробуем узнать, каково их мнение по поводу, что все родители категорически против того, чтобы все их почти 300 детей из-за 20 вновь принятых лишились спортивного зала. Давайте сейчас наши редакторы попробуют связываться. Вот. Ну, я не знаю, к какому мнению пришли наши радиослушатели, но, на мой взгляд, наверное, все-таки, знаете, конечно, не хватает, не хватает мест в детских садах, не хватает мест в детских садах. Как-то надо эту решать проблему, но не за счет спортивных залов. Ну что ж, у нас на связи сейчас управление образованием, да? Алло. Алло. Здравствуйте, Владимир Леонидович? Здравствуйте, да. Здравствуйте, в студии Елена Овчинникова. Вы в эфире дневного разворота. Скажите, пожалуйста, вот знаете ли вы о том возмущении, о котором говорят родители детишек из детского сада номер 151? Это Филиппок, улица Московская, 151, детский садик Филиппок. Вот родители, которые выражают откровенное недовольство тем, что они могут, вернее, их дети, могут лишиться спортивного зала. Знаете ли вы о том? По данной проблеме, значит, у нас вся информация есть. Значит, что хочу пояснить. Значит, в городе Кирове находится более 7 тысяч очередников. И понятно, что сейчас, как управление образованием, озадачено создать места для вот этих детей. Поэтому мы посмотрели очень внимательно, значит, на ту сеть детских учреждений, которые существуют в городе Кирове. И обратили внимание, что в период спада рождаемости детей, это в 90-е годы, значит, детские сады, они пустовали. И поэтому заведующие детских садов перепрофилировали те... Ну, группы, некоторые группы, да, спортивные помещения, да. Так, под методические кабинеты, под спортивные залы, под ботанические там сады и так далее, различным прочим. Сейчас мы приводим в соответствии с типовым проектом, вот какой он есть, типовой проект. То есть мы все возвращаем на свои места для того, чтобы обеспечить жителей города Кирова именно предоставлением детских мест дошкольных учреждений. Ну, давайте предметно касаться. В Московской С-151 ходит порядка 300 детей. Открывая новую 12-ю группу, вы получите, ну, дополнительно 20-25 новых мест. При 7-тысячной проблеме это вообще-то как бы в общей сложности не решит. Но, простите, пожалуйста, вы все время говорите о том, что детский сад, детский сад. Но я вам напомню, что в свое время, когда вот этот вот детский садик открывался, он был комбинатом, и это были ясельки. И детишкам ясельного возраста спортивный этот зал был не особенно, собственно говоря, и нужен. Вот. Вот. Поэтому как бы он и отсутствовал в проекте, поэтому его и создали, когда детский сад стал детским садом, вот реальным. Когда детишки пошли постарше, которым занятия спортом необходимы. Это плановая программа. Это плановая необходимая программа, которая контролируется Роспотребнадзором. Вот как вы думаете, может быть, все-таки стоит услышать этих родителей? Ведь они так яростно взялись за это. Ну, понимаете, вот моя позиция какая-то, значит, я, наверное, больше слышу при любом демократическом обществе всегда выбирать проблему, которую голосует большинство. Большинство у нас 7 тысяч, а не те, значит, родители, которые уходят в данный детский сад. Поэтому мы не ухудшаем условия, значит, для занятий спортом у нас есть, значит, непосредственно территория детского сада, где тоже все подготовлено. То есть занятия на свежем воздухе, она тоже играет очень положительную роль. Ну, вы знаете, бывает морозы, бывает в юге, бывает дожди, то есть спортивных-то занятий, собственно говоря. Ведь есть нормативы, ведь есть нормы. А что вы будете делать, если Роспотребнадзор придет и оценит по своим меркам, по своим выкладкам, по своим четким установкам, если они определят, что вот отсутствие спортивного зала – это плохо, и либо оштрафуют, либо закроют детское дошкольное учреждение, что будете делать? Вы с Роспотребнадзором советовались по этому? Во-первых, в любом случае эти вопросы решаются сначала на уровне Роспотребнадзора любого действия. Мы ведь не можем самоволечить, существует определенное положение, да, СНИПы определенные, САНПИНы. Поэтому сначала прорешивать вопрос на этом уровне, дальше приниматься решение. Ну, вы знаете, я говорила с начальником отдела санитарного надзора, и вы знаете, у меня такое ощущение, что Людмила Геннадьевна Мальцева не в курсе вот такого перепрофилирования. Ну, как бы, я вас услышала, спасибо большое. То есть вы считаете, что все это нормально, и мнение родителей на данном этапе услышано не будет. Их 300 человек, вы привели цифру 7 тысяч, но вы решаете этим садиком проблему не 7 тысяч, а максимум 25. То есть, наверное, пропорцию я бы составила другую – 300 и 25, а не 300 и 7 тысяч. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас на связи был Владимир Леонидович Кадычагов и начальник управления образования. И что ж, наверное, собственно говоря, вот тема-то и исчерпана. По той простой причине, что, ну, остальное уже, вот, на вас, радиослушатели, к какому мнению вы придете. Да, 7 тысяч человек, которые нуждаются в детском садике. Это серьезно, это огромная цифра для нашего маленького города. Это 7 тысяч человек, которые не работают, которые работают неполный день. То есть финансовые проблемы у них возникают. Но есть и реальные 300 человек, которые уже водят детей, своих детей возят в садик. И они вовсе не хотят, чтобы обязательные программы по спортивному развитию детей дошкольного возраста отменялись вот по таким причинам. Ну что ж, я не прощаюсь, мы продолжаем новую тему. Новая тема у нас, как я уже говорила, она у нас достаточно забавная, потому что будет касаться Нового года. А точнее, я вчера задумалась. Вот на носу Новый год. И у большинства людей уже такое дивное предпраздничное настроение. Уже хочется шуток, уже хочется смеха, уже хочется веселья, потому что уже всё говорит о приближающемся празднике. И у меня возник вопрос. А куда горожане могут пойти? Я проанализировала некоторые ситуации и поняла, что, в общем-то, вы знаете, а если вот сейчас спроси меня, а пойдём куда-нибудь повеселимся в ближайшие выходные, то куда я пойду со своим новогодним настроением? Вот я задумалась, где у нас чаще и больше всего гуляет народ в новогодние праздники? Ну, наверное, это театральная площадь. Я думаю, что со мной согласятся многие, если не большинство. Ну, наверное, те люди, которые живут очень далеко от театральной площади, туда, наверное, не пойдут. А те, которые живут поближе, ну или чуть-чуть, на театральной площади побывают обязательно. Дивная ёлка, она, правда, не совсем выглядит по-натуральному, но всё равно эта ёлка нарядная. Давайте попробуем узнать, что же будет происходить вот в центрах развлечений новогодних. Ну что ж, вот что ещё относится к новогодним, какие центры новогодних развлечений? Для меня с детства это цирк. И цирк для многих дедушек и бабушек – это тоже место, куда можно отвезти детей, внуков. И получить, вы знаете, офигительный, совершенно потрясающий заряд веселья, именно новогоднего веселья. Цирк сам по себе развлечение отличное. А тут ещё с Дедом Морозом и так далее. Ну, давайте попробуем разобраться, что же будет происходить в эти выходные на театральной площади. У нас сейчас на связи Игорь Загребин, директор, простите, пожалуйста, у нас сейчас на связи Игорь Болдырев, директор телекомпании СТС «Девятый канал», который, собственно говоря, и даст вот тот заряд бодрости и радости всем людям, которые придут на театралку. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Ильина. Я рада вас слышать, и у меня к вам вопрос. Я знаю, что именно вы и ваша телекомпания в эти выходные устраивает такой дивный демарш, такое веселье, причём оно уже становится, знаете, такое, это уже, по-моему, третий или четвёртый раз будет проводиться. Давайте поговорим о том, что будет проходить. Что это за праздник? Ну, действительно, праздник традиционный для Кирова уже, потому что это третий фестиваль. Да, третий раз – это уже традиция. Маленький юбилей. Поголовье снежных баб на центральной площади растёт. Как мне понравилось. Это надо записать. Поголовье снежных баб. Да, в этом году, я думаю, что под 200-то с лишним, наверное, мы поставим. По крайней мере, снежные форумы готовятся примерно в таком количестве. Ну, технологически там всё понятно, привозят просто снеговую форуму. Так, давайте так, вот начнём по порядку. Когда это будет происходить? Когда приходить? Значит, 24 декабря в 11 часов. Это суббота? Это суббота. Так. В 11 часов начинается этот замечательный праздник. Так, как он называется? Нет, про поголовье снежных баб я слышала. Но это же не название праздника. А как называется сам праздник? Называется фестиваль снеговиков. Так и называется. И фестиваль снеговиков, на котором значительно увеличится поголовье снежных баб. Хороший логический вывод, да, я бы сама не догадалась. И что же, приходим к 11 часам. Да, кому можно приходить, и кто участники? Вот я могу, я пожилой человек, пожилая девушка. Я могу чуть слепить, или это только детский праздник? Ну, я думаю, что у вас все в порядке с возрастом никакая его не пожелаю. Спасибо. Мы вас рады будем видеть. А, да, прийти может любой, собственно. Единственное, какая проблема может возникнуть, это может не хватить снежных форм. Снега? Да, снега может не хватить. Сколько привозите снега? Вот сейчас не могу сказать, но, по крайней мере, пару КАМАЗов уже я видел на Театральной площади. Пару КАМАЗов, это только еще начало, да? Это еще, да, да. То есть это на сотенку снежных баб или поменьше? Тут еще есть одна тонкость, которая достаточно... Нам очень приятно, мы работаем с нашей постоянной базой, потому что уже не праздник ежегодный. У нас накопилась телефонная база, мы ведем обзвон участников предыдущих. Всех ранешних участников. Да, и приглашаем персонально их на этот праздник. Так, и что же, давайте, мы приходим, куча снега. Какое задание? Снежные формы, снежные формы. То есть снеговик, по большому счету, не лепится. А, то есть болваночки, уже болваночки. Да, это то есть, да, то есть нужно отсесть все лишнее, чтобы вот этого снежного бабца было. Да, чтобы риски избежать погодные, потому что может снег нелепкий быть, например. Да, поэтому готовят формы, и, собственно, вот детишкам остается только вырезать. И вот будет вот 200 вот этих снежных столбиков. Да, да. Так, и кто может, дети, папы, мамы, бабушки, дедушки, сторонние наблюдатели, кошки-собаки? Да, заявляют по школе, например, 37-я школа, 4-й В-класс, у них будет эксклюзивный, судя по всему, снеговик. Они собирают, позвонили... 4-й В-класс заявился целиком? Целиком, да, 37-я школа, 4-й В-класс. Сказали, что мы не хотим снега, мы хотим экологические, как это назвать, экологические, экологические снеговика сделать из пластиковых стаканчиков. Вы знаете, я признаюсь, честно, когда вы сказали экологически, я сегодня работаю в студии одна, у меня нет напарника, я впала в такую мгновенную, ну, глубокую задумчивость, я подумала, при чем здесь гинекологические вопросы? Простите меня, бога ради людей. Так, экологические материалы, так. То есть есть целые классы, целые семьи. Есть целые классы, плюс еще присоединяются участники акции «Наш общий день рождения», а это интернаты, это дети. Так. Да, все желающие, и, конечно, да, обездоленные ребятишки обязательно. И что же надо делать? Наваять. Просто наваять, да, будут призы. А раскрашивать надо, краски с собой надо везти. Потому что я помню, вот на ваши конкурсы все время ходят мои родственники, мои племянницы со своими детишками. И я помню, что в прошлом году, а они такие одаренные очень люди, они что-то, значит, там наваяли, и они не взяли с собой красок, когда были первый раз. И вот, и мама, это моя племянница Иришка, она разделась, что-то там себя сняла, там шарф, шарфку или, значит, жилетку какую-то. И на это снеговика они напялили. Я помню, что раздевались, но не совсем до исподнего, но раздевались. Что надо с собой пристили? Нарядки, кисточки, краски, морковь. И захватить. Вареную, картошку. Старые ведра, кепки, шляпы и так далее. Селедочку. В прошлом году, по-моему, у нас был призер, по особой номинации проходил, это снеговик, стоящий на голове. Да ладно. Просто ноги приделают сверху. Да ладно. Нет, вот, знаете, хотел сказать, Голь на выдумке хитра, но поняла, что дело там не в Голе, а в огромном количестве талантливых людей, взрослых и детей. Я знаю, что это очень смешно, люди приходят настолько воодушевленные. Во сколько конец мероприятия, чтобы люди знали, чтобы уже... С 11 до 14 часов. До 2 часов будут лепить. Потрясающе, спасибо вам большое. Ну вот наши радиослушатели и узнали, чем можно будет заняться в субботу, если у вас вполне новогоднее настроение. Я напоминаю, что у нас на связи был Игорь Болдырев, это генеральный директор СТС «Девятый канал». Это организация, это люди, которые проводят уже третий год вот этот самый потрясающий, самый веселый новогодний, на мой взгляд, конкурс. Но потому что невозможно, невозможно на все на это, на все на эту катавасию смотреть без, на мой взгляд, без слез. Без слез веселья, без слез радости. Ну что ж, давайте попробуем еще связаться. Сейчас как раз есть еще повод. Давайте так, я поясню. Я иногда у меня такие происходят замины в речи, вы не пугайтесь. Я не забыла, о чем я говорю, просто мы объясняемся на руках с редактором, с режиссером. Они же не могут сказать, поэтому они крутят руками. Я не понимаю, чего они говорят. И поэтому я так либо на них смотрю, либо в это время замолкаю. Ну что ж, давайте мне уже говорят, что мы сейчас не будем вызванивать нового человека, потому что у нас уже скоро новости. Но могу сказать, вот мои ассоциации. Снеговик, стоящий на голове, был специальным призером. Ну что это, стоящий на голове? Что это такое? Это цирк. Это цирк. Значит, после перерыва мы уйдем и спросим, что же делается в цирке в новом году. Я не прощаюсь. Ну что ж, продолжается дневной разворот. Как-то так настолько быстро закончилась реклама, что я подзевала несколько первых секунд для того, чтобы поздороваться со всеми теми, кто с нами уже второй час. И с теми, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем тему новогодних развлечений. Но в первом части мы рассказали о том, что в ближайшую субботу на Театральной площади будет потрясающе. Самый веселый, один из самых веселых праздников, на мой взгляд, новогодних праздников, это конкурс на лучшего снеговика. То есть, как сказал человек, который нам рассказывал о проведении этого конкурса, он сказал, значительно увеличится количество снежных баб. Ну, в общем, как-то так. Ну, это очень смешно. Это очень весело. Принимать участие могут все. И даже целые классы. Вот как нам сказали, уже целые классы заявляются на этот конкурс. Ну что ж, мы теперь продолжим эту тему. И я подозреваю, что нам стоит поговорить о цирке. О цирке это то заведение, это то учреждение, где самые веселые, самые яркие, самые бесподобные новогодние праздники. Потому что это люди, потому что это животные, потому что это люди, которые профессионально нас веселят не только в Новый год, но и особенно в Новый год. Ну что ж, мы сейчас попробуем связаться с Кировским цирком и узнаем, что же Кировский цирк предоставляет кировчанам в эти новогодние праздники. Алло, здравствуйте. Алло, у нас на связи Игорь, минуточку. Игорь Загребин, директор Кировского цирка. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, с вами Елена Овчинникова, вы в эфире Дневного разворота. Скажите, пожалуйста, что запланировано Кировским цирком на радость горожанам, на радость гостям? Потому что вот я знаю, ко мне уже неоднократно обращались люди и говорили, слушай, а как попасть в Кировский цирк? У вас такое великолепное представление. Как представление называется? Значит, представление называется «Новогодняя сказка. Волшебная лампа Алладина». Потрясающе. Из «Волшебной лампы Алладина» я очень люблю. И иногда говорят, ну меня не все понимают, я произношу эту фразу, задумчиво, «Багдад – город большой». Вот. Начиналось все там «Не знаешь ли, уважаемый, как мне найти Алладина Аль-Маруфа?» И ответ «Багдад – город большой». Загадочная сказка. Но будет она веселой? Я скажу, что это сказка впервые в Кировском цирке, так как раньше у нас не было, вы знаете, новогодних представлений именно сказок. А это сказка впервые будет. Она – это очень увлекательная цирковая программа о приключении героев всех восточных сказок. Будет также Дед Мороз и Снегурочки. А скажите, пожалуйста, как это будет, Игорь Евгеньевич, скажите, пожалуйста, как это будет развиваться? Вот я прихожу в цирк, что меня ждет? Ну, во-первых, в цирке ждет фойе, с правой стороны будет все в новогоднем стиле. Также будет стоять елка в фойе, и все будет разукрашено в новогоднем стиле. А когда появится Дед Мороз и Снегурочка? А Дед Мороз и Снегурочка появятся именно на самом спектакле. На спектакле они живы, да. Очень интересная вещь, которой никогда не было. Нет, слушайте, нет, это кто-то с богатой фантазией, бородатый Дед Мороз в тулупе и в валенках, и полуголый Аладдин. Значит, а здесь Снегурочка с Дедом Морозом будут на лошади даже выезжать. Трико. Дальше. И самое, что интересное, мы так придумали, что впервые будет интересно, что в какой-то момент погаснет на 20 секунд свет, и на манеже появится 10-метровая наряженная елка. Ну, слушайте, это что, это секрет униформы за такое короткое время? Это будет даже, Лена, не то, что секрет униформы. Это мы так сделали технически, что она вот, она даже не будет вывозиться. Она появится под куполом пырка от начала до конца, и 10-метровая наряженная елка. Может быть, это голография? Нет. Это не голография. Хорошо, мы не будем открывать секрет. Как она появится, это будет сам фокус. Мы очень долго думали, как это все сделать, и будет очень интересно. Я бы сказала, фокусник достал из рукава, но представила, нет таких рукавов. Да, 10 метров такой рукав. 10 метров, это хороший рукав, это большой человек получился бы. Слушайте, и что вот появится? И сколько идет представлений? Представление будет идти с антрактом около двух часов. Ну, то есть даже дети вот, ну, небольшие, трехлетки, и то, наверное, не усталут. Вот это, значит, сказка сделана, как бы, будем говорить, для детей. Именно от трех лет, можно сказать, и выше, что здесь именно сказка для детей. Она будет очень интересная. Она будет проходить на одном дыхании. Ой, а вы меня огорчили. Мне гораздо больше трех лет, то есть мне там скучно будет? Дальше я расскажу, что здесь будет и представление не оставить равнодушным ни детей, и ни их родителей. Так. Что это будет зрелищное, веселое и захватывающее представление. Хорошо. А скажите, пожалуйста, кто представляет? По-моему, я не ошибусь, если скажу, что это Запашный. А вот здесь опять интересно, помните, мы были у вас... Да, вы были в нашей студии, и Запашный сказал, у меня все расписано, вы сказали, оставайся у нас на Новый год. А он сказал, не могу. Да, он сказал, что у меня замечательная елка. Так. И я сказал, что оставайся у нас. Он говорит, у меня все расписано, я еду в Иваново. И все-таки я умудрился его уйти. Уломали. Но с вашим талантом уговаривать, да, это, да, получилось. То есть, вы знаете, мы открываем секрет. Все, кто обожает цирк, хороший, качественный цирк, ребят, это представление, эту сказку делает Запашный. А это уже как бы гарантия успеха, гарантия качества, правильно? Да, да. И до которого числа будут продолжаться представления, до которого числа пойдет сказка. Мы начинаем с 23-го, опять же, делаем для детей благотворительное представление, для детей и сирот. С 23-го по 9-е января. По 9-е января, то есть можно будет идти. Игорь Евгеньевич, спасибо вам огромное за то, что вы нам рассказали. Я напоминаю, что у нас на связи был директор Кировского цирка Игорь Евгеньевич Загребин. И мы выяснили, приоткрыли секрет. Волшебная лампа Алладина, дивная сказка. Поставленная труппой, которой руководит Запашный. Как знак качества. Как знак качества поставили. Я обязательно пойду. Для меня запах цирка, веселья, блеск нарядов, для меня восторг. Я очень люблю. Я даже люблю, признаете, я даже люблю запах конюшни, от которого многие приходят и говорят, фея, мне так нравится. Это же животное. Дивное, красивое животное. Ну что ж, у нас на связи еще один человек, а уже есть. Алло. Алло, здравствуйте. Говорю, что у нас на связи Николай Губин. Это организатор праздника, который будет проходить в ближайшую субботу на Театральной площади. И мне сказали, что Николай это человек, который готовит, в общем-то, не только этот праздник, а достаточно большое количество мероприятий новогодних. Ну или может он о чем-то знает. Тоже приоткроем секрет. Здравствуйте, Николай. С вами Елена Овчинникова. Вы в эфире Дневного разворота. Что там готовит нам выходные? Что готовит нам Новый год? Кто хочет повеселиться? Куда идти? Расскажите. Да-да, добрый день. Меня слышно хорошо. Да-да-да, вас слышно, слышно. Слышно, мы вас слушаем внимательно. Ну, я слышал, слушал вас сегодня, именно вашу радиостанцию, слышал, как говорил Игорь Болдырев, и вот сначала пару фраз добавить, поскольку я тоже имею отношение к фестивалю снеговиков. К снежным бабам. К фестивалю пройдет еще кубок снеговика по автозвуку, достаточно тоже уникальное мероприятие. Снеговики будут озвучены? Не поняла, что? Расшифруйте, ну-ка. Алло, куда-то пропали, все хорошо? Нет, мы вас слышим, говорите, говорите. Ну вот, в рамках этого снеговика, о которых вы говорили, я просто дополнение небольшое сделаю. Будет еще кубок снеговика по автозвуку. Это тоже интересное мероприятие, все, кто смогут прийти на снеговиков, еще увидят, как проходит и это мероприятие. А что это будет? Вот, вы знаете, вот конкурс по автозвуку, меня всегда это привлекало, не была ни разу, стесняюсь сказать. Ну, признаюсь, а что, все будут дудеть, гудеть, или как это? Вот завтра будет пресс-конференция в здании администрации. Нет, подождите, давайте пресс-конференция для журналистов, а нашим-то радиослушателям, хотя бы немножко от секрета, что будет происходить? Там все очень просто. На самом деле соревнования по автозвуку проходят в двух категориях. Это соревнования на качество звучания, то есть насколько качественно звук звучит в автомобиле, по сравнению с тем, ну, как вы приходите, например, в консерваторию, или у нас, например, в органы приходите, вы чувствуете, что звук-то, в общем-то, качественный. Ага, затеянно. Цель – добиться максимально приблизиться к таким же параметрам качества звучания, но внутри маленького автомобиля, скажем, какого-либо, внутри маленького замкнутого объема. Понятно, конкурс такой, кто там лучше надудит. Нет, нет, а кто вот лучше надудит, это вторая категория, это как раз соревнования на максимальную громкость давления. Понятно. Нет, я бы сказала, кто там громче надудит, а кто лучше, это, ну, не все жлабухи, но не все же как-то… У нас проходят соревнования по автозвуку в двух категориях, у кого лучше, да, и у кого громче. Так вот громче – это как раз, что надудит. А лучше вы знаете, Николай, я знаю людей, честно говоря, я знаю людей, которые, вот им без разницы, что орган, что это, знаете, вот это вот шарманочка, вот это вот детское, вот это вот блям-лям, да? А может быть им тогда, я так понимаю, это ваши слушатели, в том числе, может быть им тогда будет интересно о том, как будет проходить у нас ралли-вятка? А это тоже в эту субботу? В эту субботу? Тоже, слушайте, а где это будет проходить ралли-вятка? О, вот, видите, как интересно. Смотрите, значит, благодаря тому оргкомитету, который у нас в городе… Нет, подождите, давайте без рекламы. Благодаря этому оргкомитету мы начали двигаться, знаете, куда? Куда? Постепенно будем восстанавливать такое замечательное мероприятие – ралли-вятка. Вообще, что такое ралли – это королева автоспорта, опять же, без рекламы, да? По королевам. Не, понятно, про королеву где, кто, какие машинки. Рев машин, где это будет? Вы не дадите сказать, что завтра будет пресс-конференция, и вот только и расскажут с журналистами, так понимаю, ваши журналисты тоже там будут в 14 часов в администрации города. Но, знаете, если бы наши радиослушатели хотели бы что-то завтра от нас услышать, мы бы завтра говорили. Нет уж, давайте сейчас. Сейчас открывайте немножко. Давайте. Что будет? Где будет рык моторов? В первом году в городе Кирове и Кировской области состоится учебный семинар Российской Автомобильной Федерации под эгидой ФИА. ФИА – это международная федерация, которая занимается всем автоспортом, по территории России, Европы, Азии и так далее. Вот. Этот семинар пройдет в эти выходные. В рамках этого семинара на второй день состоится учебный тренировок ралли. Ралли «Вятка». Цель этих ралли, во-первых… Где она состоится? Давайте людей как бы… Ну, старт будет в театральной площади. Это на театре… То есть, давайте так, город будет перекрыт. На какое-то время? Нет. А как? Ну, вот, давайте все-таки это скажем. То есть они будут лавировать между пассажирским транспортом, что ли? Да нет. Нет? Ралли бывают различных категорий. И первой категории, и второй, и третьей. Вы знаете, у нас есть пикник-тур. Я сама ралли открытого. Мне это ралли в третьей категории. Они проходят без перекрытия дорог для движения общего транспорта. А в первой категории проводятся также без перекрытия дорог для движения общего транспорта. За исключением тех участков, где будет перекрыто движение. Так вот, на территории муниципального образования города Кирова дороги перекрываться не будут. Хорошо. И куда же идти народу? Ну, в прилегающих территориях, а именно там вот есть фрагмент, ряд сельских поселений на территории Слободского района, о которых они уже предупреждены, там будут некоторые участки перекрыты. И вот в рамках этого семинара, в рамках ралли «Вятка», как учебное ралли, мы будем проводить эти соревнования. Вы понимаете, что там, то есть, старт. Николай, у нас остается совсем немного времени. Куда людям-то идти? Где будет? На театральной площади старт? На старте можно посмотреть все. На театральной площади. Вот в 10 утра. В 10 утра в воскресенье? В субботу. В субботу. Нормально. Перед снеговиками, за час до начала этого мероприятия, пройдет старт. Какие машины будут стартовать? Какие машины отправятся? На сегодняшний момент у нас заявлено до 10 экипажей. Это вполне достаточно для проведения учебного ралли. Хорошо. Это кировчане за рулем? А вот кто именно поедет, вот тут пусть инкредит. Большой секрет. Я думаю, ваши слушатели пусть приходят, смотрят. Хорошо. Машины каких моделей? Я имею в виду это. От Митсубиши, Субару, ну и до отечественных. А, то есть это все по-серьезки. Будет по-серьезки все. Ладно, спасибо вам большое. Значит, по крайней мере, на субботу и воскресенье мы кировчанам развлечений уже придумали такое количество. Я бы не сказал, что это развлечение, это спортивное мероприятие. А спортивное мероприятие не только занимается тем, что развлекает, да, и организует досок, как я услышал у вас. А в первую очередь они дают заряд, водостей, энергии, да. А вторую, все-таки это продвижение здорового образа жизни. Хорошо. Будем веселиться и продвигать здоровый образ жизни. Спасибо вам большое. У нас на связи был Николай Губин, организатор праздника. Став на Театральной площади в ближайшую субботу в 10, в 11. Великолепные мероприятия. Я прощаюсь с вами на сегодня все. Но мы встретимся в пятницу. В пятницу будут очень интересные вопросы подниматься нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова